итак приветствую на моем канале сегодня мы очень коротко поговорим про такой смартфон как техно common 20 pro опять же для некоторых людей этот смартфон может казаться привлекательным устройством интересным к покупке в общем-то прикольно стильный модный молодежный дизайн который можно сказать в каких-то моментах намекает что смартфон технологичный если не игровой то прям такой можно сказать с каким-то задатками зачатками флагмана но смартфон таковым не является и в общем-то часто делаю видео про смартфоны именно этой фирмы они всего такие вот интересные прикольные какие-то тут у них интересные рисунки на задней крышке тут у нас постоянно high res audio high раз стерео дтс там туда-сюда тут какие-то в игровые моменты нам показ то что у него тут супер все классные быстрые зарядки вот такой прям он весь интересный но по факту это китайский смартфон и производитель через блогеров через обзорщиков через свои какие-то промо материалы которые на своем сайте они указывают или там развешивать какие-то вывески транспаранты бигборды в магазинах сотовой связи они всячески пытаются всех убедить что это лидер рынка что это топ камон это типа как техно камон это как супер топ сапс озвучно все это было 20 про это все рассчитано на людей которые слабо в этом разбираются подобные фирмы есть которые выпускают аксессуары для компьютера всякий гэмбри трус там еще куча всяких фирм которые делают клавиатуры мышки игровые наушники какие-то колонки гарнитуры там микрофоны и очень много таких вот фирмах там несколько десятков которые в общем то имеют такой агрессивный молодежные игровой дизайн но по факту там стоит самый день дерьмовый комплект от каких-то дешевых но на эти телефоны конечно лучше качество чем игровые мышки непонятного происхождения но здесь ничего сверхъестественного нет а мал этот экран есть во многих смартфонах helio g99 это такой бюджетники тайваньский процессор память 8 256 эти 256 гигабайт они намекают что смартфон якобы игровой но этого процессора даже для текущих нужд хватает уже с натяжкой и на какую-либо такую перспективу на вырос брать этот смартфон или купить его в надежде что вы будете играть там супер мощные игрушки в течение нескольких лет ну я бы на это не рассчитывал памяти много 256 гигабайт но какие-то супер крутые игры вы сюда тем более через пару лет вряд ли сможете установить если они пойдут там вот 10-15 fps фрезы влаги тот же геншин импакт там огромный клиент длительные загрузки очень дерганая анимация плохая прорисовка на бюджетных устройствах геншин импакт ханкар старые такие мощные на ворочные игры они рассчитаны на хорошие технологичные смартфоны соответственно запустить то вы как-то сможете но про какую-либо комфортную игру речи не идет камера 64 мегапикселей стоит у нас какая-то заглушечка тут заглушка там заглушка куча каких-то заглушек фронталка 32 мегапикселя это все маркетинг сканер отпечатка стереозвук это все стандартно батарейка 5000 33 ватта быстрая зарядка но габариты еще приемлемые выпущен буквально пару месяцев назад может быть если будет какая-то акция вот сейчас мы посмотрим это каких-то малоизвестных магазинах он продается за 8000 общего цена вот 9000 в основу всех крупных магазинах супермаркетах торговых сетях он придет за 9 999 в общем то если будет какая-то акции тысяч так за семь с половиной какому-нибудь школьнику на подарок чтобы там играть стендов 2 вот это вот реальная целевая аудитория этих смартфонов для людей которые вот постарше которые хотят там что-то пофотографировать и более интересный дизайн не такой вот подростковая все-таки хочется какой-то более такой интересный утонченный изысканный дизайн этот смартфон вряд ли подойдет и что можно купить за эти же деньги или там добавив полторы-две тысячи можно взять например redmi но 12 про 5g например там в черном цвете зеленом белому цвете он есть все эти материалы серия redmi ноут она достаточно известная у меня знакомый который еще redmi note 5 redmi note 6 pro redmi note 7 там 8 пользуются уже не первый год эти смартфоны действительно пользуются еще спросом на вторичном рынке кто-то их покупает то в этом модель реально топ она будет продаваться во всех магазинах все вот идет разговоры про то что их там будут продавать не будет продавать они продаются во всех официальных магазинах крупных супермаркетах там дают вам чек там так и написано так xiaomi redmi и в общем то все продается и все это по большей части оказалось какая-то очередная санина в уши дорогие друзья в общем-то android 12 обновиться до 13 до 14 даймэн сети 1080 2 6 гигагерца память 6128 тут все это казалось бы чуть-чуть более скромные характеристики но даймэн сети 1080 это очень неплохой процессор это аналог можно сказать по производительности снэп дрэгона 778 либо вот exynos от самсунга которые идут даже в более дорогой ценовой категории камера 50 мегапикселей стоит достаточно неплохой датчик ультраширик 8 мегапикселей есть уже запись 4k потому что этот процессор поддерживает запись 4k и вообще если так вкратце сказать то дмэнсти 1080 и здесь у нас медиатек helio g99 это процессоры которым разница в них и в классе как видим графика здесь g57 а здесь g68 и 1080 новее это процессор вообще изначально для смартфона среднего уровня здесь уже быстрая зарядка 67 ватт но стандартный сканер отпечатка стереозвуки там и все это все понятно 5g нам она особо не нужно тем не менее она здесь есть смартфон смотрится солидно и все равно его все покупают огромные продажи кто берет из китая на глобальной прошивки могут даже чуть дешевле взять этот смартфон который еще и год и два будет продаваться еще редми ноут 10 про продается люди до сих пор его покупают еще вариант poco x5 pro здесь есть в желтом цвете там каком-то голубом черном тоже классный дизайн неплохие камеры 108 мегапикселей основной модуль 8 мегапикселей ультраширик snapdragon 778 памяти fs 2.2 6 128 но можно взять и вариант на 256 здесь эти 120 герц они более реальны потому что процессор сам по себе процентов на 30 35 быстрее чем helio g99 в некоторых игрушках за счет оптимизации может вообще раньше производительность там в два раза быть например интересный привлекательный востребованный дизайн смартфон эти покупают ну цена чуть-чуть дороже на это аппарат совершенно другого уровня это нормальный такой практически уверенный середняк люди будут брать люди покупают люди эти смартфоны хотят видеть на самом столе в своем автомобиле в своем кармане но в общем-то с этим ничего не поделать единственно что вот реклама которая с каждой новой версиями и более сложнее отключить ее больше прячут там какие то есть можно сказать улов от производителя но в остальном я каких-то ограничений в использовании этих смартфонов не вижу и вот вариант real me 11 pro здесь максимально крутая задняя крышка дизайн такой прям как искусная кожа материал ткань строчка вот такая огромный можно сказать модуль камера оформлен интересный экран водопад этот аппарат реально выглядит как флагман цена где-то на 100 долларов дороже чем технокоммун где технокоммун это уровень каких-то самых таких бюджетных аппаратов и real me это уже ведущий производитель действительно лидер рынка именно в развитых странах где их покупают аппарат скажем так не самый дорогой но и не дешево даймэн сети 70000 5 вообще короче 0 500 100 500 прямо 70 50 как хотите так и называть и памяти тоже 8 256 100 мегапикселей основной модуль съемка 4к 67 ватт о по супер вог опять же real me многие как-то думают реалме это об по реалме правильных называть вот так если есть к сяоми рэтме то о по реалме тут android 13 из коробки nfc тут все эти стереозвуки но единственно что экран 6 и 7 дюймов рад ну такой немаленький хотя здесь за счет небольших рамок он по габаритам вписывается еще в какие-то относительно приемлемые габариты какой здесь дизайн все интересно все на чуть-чуть выше но реалме это более интересный бренд также как есть какие-то мотоциклы китайские если кто-то интересовался есть какие-то альфа мустанги там реальная дресня есть мотоцикл уже более серьезные да не китайские но это мотоциклы вполне довольно серьезно так и автомобили из китайские автомобили такие про которые вы вообще не знаете где-то ездят там на только на внутреннем рынке может быть где-то в индии там в африке а есть автомобили которые китайские которые продаются на европейском рынке так что в принципе кто решил брать китайский смартфон я считаю что нужно брать китайский смартфон более качественно если есть возможность доплатить там тех же 30 40 долларов смотрите на этот аппарат и смотрите на этот был у нас техноком он 17 18 19 уже 20 про это фактически клоны одного и того же аппарата уже практически три года не то что на своих денег не стоит на это в принципе вообще я не рекомендую даже обращать внимание вот есть xiaomi есть пока есть реалме можно еще посмотреть опа но возможно вам какая-то модель понравится есть ван классы там north ce3 light 5g да там аппарат такой специфический конечно не самый классный ван класс может но сейчас даже вкратце глянем у меня так по первому взгляду и не понравился но сказать что он слишком плохой я тоже не могу здесь 30 dragon 695 камеры здесь тоже такие попроще но ван классы в максимально классная легкая оболочка у них хорошая быстрая зарядка действительно опа супер вок это все они опа тоже есть и на все в общем там габариты только большие но здесь и без экран аппарат смотрится строго презентабельно да вот казалось бы практически одно и то же но понимаете ван класс все таки аппарат более известный ликвидность на вторичном рынке вы значительно больше цена плюс минус тоже ну там 500 700 гривен да будет чуть меньше памяти хотя есть варианты на 256 практически за те же деньги ну может там на 2000 гривен дороже но и snapdragon 695 это процессор сам по себе интересен тем что это snapdragon это не mediatek и все-таки они где-то чуть-чуть лучше с оптимизацией есть какая-то стабилизация какая-никакая google камеру можно накатить на snapdragon она значительно проще там устанавливается и более стабильно работает дорогие друзья да и в принципе зеленом цвете он выглядит вполне неплохо ну и фирменный значок ван класса если его положить прозрачный чехол все-таки аппарат будет смотреться более бодро жизнеспособно и можно сказать более привлекательно такое было мое мнение всем пока